Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Получение Анна Златоуста о славе праведников в будущей жизни. Великая слава ожидает праведников, такая, какой невозможно изобразить словом. Ибо они, восприняв нетленные тела по воскресенье, прославятся и будут царствовать со Христом. А как это важно, мы узнаем из следующего. Или лучше сказать, ясно узнать этого мы ниоткуда не можем. Но чтобы, заимствуя подобие от наших благ, нам получить какое-нибудь, хотя малое понятие о тех благах, я по силам своим постараюсь пояснить сказанное примером. «Скажи мне, если бы кто-нибудь тебя, устаревшего и живущего в бедности, обещал вдруг сделать молодым и привести в самый цветущий возраст, сделал, сделать и весьма крепким и прекрасным больше всех, и даровать тебе царствование над всей землей на тысячи лет, царствование, сопровождающееся глубочайшим миром, чего бы ты ни решился за это обещание сделать и претерпеть. Но вот Христос обещает не это, а гораздо больше этого. Ибо не такова разность между старостью и юностью, какова между тлением и нетлением. Не такова между царствованием и бедностью, как между славой и настоящей будущей. Какова между сновидениями и истинною. Или лучше, я еще не сказал ничего, потому что нет слова, которое могло бы достаточно изобразить великость отличия благ будущих от настоящих. А в отношении к продолжительности невозможно и умом представить их различия. Ибо с чем настоящим можно сравнить жизнь, не имеющую конца? В отношении же к миру разность между ними такова, как между миром и войною. И в отношении к тлению-нетлению такова, как чистая жемчужина превосходнее грязной глыбы. Или лучше, что ни сказал бы кто, ничем не в состоянии будет изобразить этого. Хотя бы даже я сравнил красоту тогдашних тел со светом солнечного луча, хотя бы с блистательнейшую молнию, я еще не сказал бы ничего достойного той светлости. А за такие блага, сколько можно отдать денег и тел? Или лучше, сколько можно отдать душ? Между тем, если бы тебя кто-нибудь привел к царю и доставил тебе возможность в присутствии всех разговаривать с царем и вместе с ним кушать и жить, то ты назвал бы себя блаженнейшим всех. А имея возможность взойти на небо, предстать самому царю всего, блистать подобно ангелам и наслаждаться тамошнюю неприступную славою, ты недоумеваешь. Можно ли жертвовать деньгами, тогда как следовало бы, хотя бы нужно было, отдать и самую жизнь, веселиться при этом, радоваться и восхищаться от удовольствия? Но ты для того, чтобы получить власть, доставляющую тебе случаи к воровству, я не назову это приобретением, тратишь свое имение, занимаешь у других, и если бы нужно было, не усомнился бы заложить и жену, и детей. А когда предстоит царство небесное, власть не имеющая преемника, ты медлишь, колеблешься и жалеешь деньги. Или ты не думаешь, что если бы близкие к нам части неба, близкие нам части неба так хороши и приятны, то каковы части высшие, каково небо небес, но так как телесными глазами видеть их нельзя, то вознесись мыслью, и ставши выше этого неба, посмотри на небо высшее, на высоту беспредельную, на свет неприступный, на сонны ангелов, на воинство архангелов и на другие бестелесные силы. И опять сошедши с высоты, возьми приведенный нами пример, именно представь царя земного, мужей, одетых в золото, упряжку белых лошаков, украшенных золотом, колесницу, окованную драгоценными камнями, бляхи к ней прикрепленные, изображение драконов в шелковых одеждах, аспидов с золотыми глазами, лошадей, облеченных в золото и узды золотые. Между тем, когда мы увидим самого царя, то уже не смотрим ни на что из всего этого. Он один обращает на себя наше внимание. Его пурпуровые одежды, диадема, седалища, пояс, обувь, светлое лицо. Тщательно сообрази все это, отсюда ты опять перенеслись мыслью на небо и представь тот страшный день, в который придет Христос. Тогда ты увидишь ни упряжку лошаков, ни золотые колесницы, ни драконов и аспидов, а то, что внушает страх и производит такое изумление, что и самые силы небесные ужасаются, и силы небесные, говорится в Писании, поколеблется. Тогда отверзится все небо, и сойдет единородный Сын Божий в сопровождении не двадцати и не ста, но тысячи и десятков тысяч ангелов и архангелов, и все будет исполнено страха и ужаса. Земля разверзнется, и все люди, когда-либо существовавшие, от Адама до настоящего времени, восстанут из земли и будут восхищены. А он сам будет блистать такую славою, что солнце и луна скроют весь свой свет, который помрачится его сиянием. Но как прискорбна великая наша бесчувственность, когда ожидаются такие блага. Мы еще пристращаемся к благам настоящим и не разумеем злобы дьявола, который через маловажное лишает нас великого, дает грязь, чтобы отнять небо, показывает тень, чтобы удалить от истины, представляет великолепие в сновидениях, ибо таково настоящее богатство, чтобы, когда придет тот день, явить нас беднейшими всех. Зная это, возлюбленные, будем избегать коварства его, будем опасаться осуждения вместе с ним, чтобы не сказал и нам, судья, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Аминь. Из беседы о совершенной любви.